СМОТРИ СЕРИИ ЛЮБИМЫХ СЕРИАЛОВ Может, уже хватит? Это джем из кабачков моей тёте? Да, вкусно. Ты вспомнишь? Да. Тоньше нарезай. Нарезайте на мелкие кусочки. Рафаэль Бальтазар. Скоро буду. Рафаэль Бальтазар. Из плоти и крови. Стоянка запрещена. Судебный патологоанатом. Ну что, Бальтазар, не отвлекли тебя? Не успел утром позавтракать, даже кофе не выпил. Хочешь? Нет, слежу за холестерином. Так у тебя диета? Говорят, здоровью это вредит. Вредит. Это очень вредит здоровью. Но кто не хочет насладиться раем на земле? Кто ведёт дело? Инспектор Бах. Правда? Новенькая. Из Монтелемар. Говорят, она не умеет улыбаться. Баланс. Я из Баланса. Доктор Бальтазар. Капитан Бах. Папа, мама? Не верится. Это соседи. Отец нашёл тело. Марвана Керма, да? Можете представить. В 20 метрах от вас зверски убили ваших друзей и соседей. Тебе показать всё? Да, так будет удобнее работать. Что ж, сразу могу сказать, он мёртв. Эрик Дераду, 40 лет. Прокурор уголовного суда Парижа. Вторая жертва – его жена. Стефани, 38 лет, домохозяйка. С целью, вероятно, был он. Возможно, преступник, которого он посадил, решил отомстить. А я думал, тюрьма – это способ перевоспитать преступников. Ты развил мне сердце. Общественно-политические дискуссии об исправительных учреждениях оставим на потом. Сейчас займёмся двойным убийством. Извините за шутки, капитан Бах. Подобная обстановка не место для шуток. Особенно для малышки. Где она? Как ты узнал о ней? Клоя, да? Люди на её рисунках чётко нарисованы. Ей лет 5-6. 6. Каждый вторник она ночует дома у друзей. Попробую связаться с семьёй, чтобы её не пускали к телевизору. Я проткнул перепонку, чтобы добраться до гипоталамуса. Измерю температуру. Судя по температуре его тела и трупному окоченению, думаю, он умер между 10 и 11 вечера. Алло, кто это? Покажите второе тело. С улыбкой. Когда убийца пробрался, Стефания красила стены. Отдел судмедэкспертизы. Пыталась убежать? Всё. Продолжение следует... Да. Хорошо. Спасибо, до свидания. Прокуратура. Они подняли все дела до раду. Хорошо, возьми двух следователей и просмотрите дела. Хорошо. Стефани умерла примерно в 9. Ее муж Эрик умер около 10. Убийца ждал здесь чуть больше часа. Зачем? Ну, чтобы убить Эрика. Однако, посмотрите сюда. Эти следы остались от пороха с дула огнестрельного оружия. Судя по расположению, убийца держал пистолет прямо у ее тела. Видны предсмертные гематомы. Дельдаго, что значит предсмертные? Это значит повреждение перед смертью. Что значит, что она дралась с убийцей. У Эрика таких следов нет. Он не догадывался. Странно, да? Если бы мотивом была месть за срок в тюрьме, он бы принес пистолет. Именно. Однако, убийца нашел оружие уже здесь. Убийство неумышленное. Стефани и убийца столкнулись где-то на кухне. Их разговор перешел в словесную переполку. Стефани достает ружье. Они дерутся. Продвинулись дальше. Выстрел. Стефани ползет сюда. Убийца паникует. Думает, что делать. Эрик Дораду вернулся домой. Его застали врасплох. Преступник убивает его и изображает сцену мести для отвлечения. Погодите. То есть сотни людей хотят убить Эрика, но вы считаете, что домохозяйка была главной целью? Целью была она. Да. Вы слышали что-нибудь вчера между десятью и одиннадцатью? Я вчера ужинал с друзьями. Селим был у своих друзей, а жена принимает снотворное. Может, у них были недоброжелатели? Эрик работал над парочкой сложных дел, но кроме этого... Они были обычной семьей. Отличные соседи иногда выпивали вместе. А Стефани? Вы не заметили ничего странного? Нет, не знаю. Она изучала психологию. Она была хорошей. Веселой. Вы должны найти этого урода. Он должен ответить за это. Что будет с хвоей? Капитан! Прошу прощения. Можете идти домой? Идемте. Антибиотик для детей. Дают утром и вечером. Где деньги? Где ты взял столько денег? Стой! Что это? А-а-а! На 1х2-то мы поднимем. Живее! Кухня вымытая до блеска. А вот ложка грязная. Со вчерашнего вечера, после ужина. Девочка была в доме? Дальгадо! Мне все равно. Оцепите район и начинайте разыскную операцию. Да, немедленно. Что это за дверь? Бальтазар! Бальтазар! За мной! Черт! Пульс есть. Жива. Пошли. Вот так. Пульс есть. Пульс есть. Морг судебной экспертизы. Опоздал? Поезд сломался. Снова? Не у всех есть доступ к безлимитному уберу у родителей. Думаешь, я не знаю, что ты спер мои пароли? Это было про жизнь и смерть. Пошел дождь. Готово. С ногтями уже заканчиваешь? Ага. Рана 5 сантиметров. Откроешь? Да. Синяк на шее тоже сфотографируй. Добрый день. Добрый. Капитан Баха Дель Гадо. Привет. И тебе. Здравствуйте. Здравствуйте. С Эриком мы уже закончили. Занимаемся Стефанией. Вы вовремя? Да. Эдди, положи пальцы сюда. Как состояние девочки? Хлой. Ее осматривают врачи. Да? Бедняжка. Так, 120. Я сравнил результаты баллистической экспертизы и следы от пуль на теле. Выстрел в Стефани был сделан сверху, в то время как в ее мужа снизу. Я не полностью уверен, но мне кажется, что убийца был выше Стефани, но ниже Эрика. Где-то метр шестьдесят-семьдесят. Фатим, у меня все, можешь убирать. Да. Прошу прощения. Мы вскроем тело. Уже были на вскрытии тело? Да. О, нет. Что там? Ее матка доходит до пупка примерно 15 сантиметров. И что? Она была беременна 14 недель. Они ждали ребенка. Она, да, но я сомневаюсь насчет мужа. Он сделал вазоктомию. Не знаю, кто отец, но могу сказать точно, что не Эрик Даруду. Спасибо. Убийца – отец ребенка. Но он будет далеко, пока придут результаты ДНК. Узнай о жизни Стефани, допроси друзей, проверь банковские счета, список звонков. Все, что поможет нам выйти на него. Я поеду к Хлое. Кстати, мы сегодня играем в покеру в Горобовске. Из архива присоединишься? Извини, не могу. Дальгадо. Он бы точно убил девочку, если бы нашел ее. Не бойся, мы найдем его. С ней все хорошо? Она же жива? Хлоя. Моя малышка. Она жива. Шокирована, но жива. Мы позаботимся о ней. Хлоя. Тебе нужно вернуться к нам. Врачи позаботятся о тебе. Ты поправишься? Поправишься. Что скажете? Следов побоев или насилия нет. Мозг работает, но... Она в шоке. Последствия психологической травмы. Неудивительно, она стала свидетелем. Мы ничего не можем сделать. Только ждать, пока ее психика восстановится. Хорошо. Вы знаете порядок. Как только мы получим ходатайство, судебный эксперт навестит ее. Хорошо. Присмотрите за ней. Конечно. Спасибо. Пустите меня! Черт, я тетя Хлои, пропустите! Мы родственники. Подождите, сейчас придет капитан Бах. Извините. Капитан Бах. У вас хорошие отношения с сестрой и ее мужем? Мы редко виделись. Очень. Когда вы виделись в последний раз? Четыре или пять месяцев назад, да, Бенджамин? Да, наверное, где-то так. На дне рождения Хлои. Вы не знаете, у них были проблемы или враги? Он был прокурором. Наверняка у него было много врагов. Мы расследуем это, но также узнаем все и о Стефани. Возможно, у нее был любовник, вы знали? У Стефани? Любовник? Я не знала. Она моя сестра, а я даже не знаю. Совсем ничего. Успокойся, милая. Ты шутишь? Слишком большой. Нет, нет. Ребят, только попробуйте. Ну, ладно. Мне кажется, неплохо. Вкусно? Этот сыром. Так, дай мне свою ложку. Что? Хватит уже есть. Не трогайте больше тарелки. И это ты считаешь сыром? Это бурата. Настоящий бурата. Делают из молока буйволицы. Это необычный сыр, словно Италия на языке. Как вам, капитан? Красивый, да? Если тебе нравятся высокомерные и угрюмые женщины, то да. Она вам нравится? Совсем нет. Она же просто отпад. Что с вами? Мы коллеги. Да ладно, вы переспали с половиной женщин-копов. Это другое. Она вам нравится. А, так вот какой ваш тип. Да, мой типаж. Я оставлю вас, детки. Нет, я заплачу. Как это мило. И не только из-за бурата. Я в уборную. Ясно все с вами. Это я. Ты сегодня поздно. Дело непростое. Маленькая девочка. Перестала говорить после убийства родителей. Ты помнишь лейтенанта Дель Гадо? Он пригласил меня на покер. Это же хорошо. Ты ведь согласилась? Нет. Элена, 10 лет назад ты была рада бирать коллег на покере. За 4 месяца ты так ни с кем не подорожилась. Что происходит? Вот что происходит. Отдай мне. Отпусти меня. Отдай. Вали отсюда, жирная стерва. Заткнись, девственник. Эй, следите за своим языком. Идите, поцелуйте меня. Ага, сейчас. Мы из-за тебя в этой гнилой стране. Обнимешь меня? Извони, мам, не люблю обниматься. Антуан, нальешь мне еще? Погоди. Подожди. Как тебя зовут? Какая разница? Хочешь еще выпить? А почему нет? Скоро вернусь. Не задерживайся. Да. Я включу музыку? Конечно. Хочешь денег? Много денег? Тогда заходи на 1xBet. Ведь только тут ты можешь выиграть, ставя на спорт, на киберспорт, играя в казино и слоты. Получи бонус с промокодом «Глаза». Участвуй в ежедневных акциях. Стань богаче. Найди сайт 1xBet. Я же говорила, не разбрасывай вещи. Тебе не стыдно смеяться надо мной? Ну, извини. Извини, мой сладкий. Отделение посмертного освидетельствования. Ну что, удачная ночка. Если бы. Что у тебя? Токсикологические исследования до роду. Чисто, только Стефани была на антибиотиках. Амоксицелин. Используется для лечения болезни лайм, асифы и пневмонии. Беременным его прописывают для лечения хламидии. Крайне заразное заболевание. Спасибо. Да, я признаю, надо было подумать об этом. Хорошо. Спасибо, мадам. Хорошего дня. Ну что? Ни один из друзей Стефани не знал о любовнике. Список звонков ничего не дал. Нет ни ресторанных сообщений, ни звонков в позднее время. У тебя что? Кое-что есть. Взгляни. Три месяца пятого числа Стефани снимала по две тысячи евро. Всегда между восьмью и девятью вечера. Возможно, снимала деньги на месяц. Не знаю. Я плачу кредиткой. У меня не так много налички в кошельке. Двести-триста евро. Две тысячи – это много. Три месяца, говоришь? Какой у нее был срок? Четырнадцать недель. Три с половиной месяца. Думаешь, любовник замешан? Она могла встречаться с ним. Могу проверить, куда она ездила. Узнаем их место встречи. Надеюсь, так мы узнаем его имя. Хорошо, давай. Печенье? Нет, спасибо. Уверен, их готовил друг, стажировавшийся в Бакюс. Вкусные. В могилу свезти меня хочешь? Нет, спасибо. А как насчет хламидии? Нет, спасибо. Жаль, это помогло бы узнать имя любовника Стефани. В смысле? Ее вон там можно закрыть. Нет, надо ее смазать. Что ты имеешь в виду? Отдай мне. Объясни мне про любовника. Здравствуйте. Добрый день. Мы хотим задать тебе пару вопросов. Селим! Селим! Мы рассказали, у нас есть вопросы. Врачи, наверное, сказали тебе, что конъюнктивит – это осложнение от хламидии. Редкая инфекция. Знаешь, кто еще лечился от хламидии? Стефани Дораду. На что вы намекаете? У вашего сына был роман с ней. Как давно, Селим? Господи, Селим, Стефани была 40, она была замужем. Селим, послушай, у нас есть двойное убийство, и ты главный подозреваемый. Отвечай, как давно? Подождите, это невозможно. В ночь убийства ты был у друзей, так? Отвечай, не бойся. Говори. Четыре или пять месяцев я присматривал за Хлоей. Однажды она напилась, и все случилось. Она каждый месяц давала тебе деньги, так? Деньги. Она ничего не давала мне. А ребенок? Вы говорили об этом? Она хотела сделать аборт. Нет. На таком сроке это уже незаконно. Так что она хотела сохранить ребенка, а ты нет в этом дела. Это бы стало битном на твоей заявке в Бостон. Она думала об аборте. Нет. И ты прекрасно знаешь об этом, так что же случилось, а? Я думаю, ты не хотел убивать ее. Вы поссорились, ружье выстрелило. Эрик вернулся домой. И ты убил его так? Я никого не убивал. Селим, заткнись. Я звоню адвокату, а ты больше ни слова не говори. И пошли со мной. Малыш, все будет хорошо. Идем. Если с ним что-то случится, мы обвиним вас в превышении полномочий. Черт, почти заговорил. Если хоть пальцем дернем, родители подадут в суд, и дело развалится. И что же нам делать, ждать? С адвокатом он точно не заговорит. Думаю, мы сделаем то, чего хочет его мать. Присмотрим за ним. Проверим, позволяет ли ему здоровье быть под стражей. Чего вы на меня смотрите? Мы используем медосмотр, чтобы поговорить с ним и узнать что-нибудь. Так? Ну и хитрые вы дома. Вы хитрая женщина, но я все равно вам нужен. Спасибо. Привет, Селим. Я доктор Рафаэль Бальтазар. Я осмотрю тебя. Уха. Что вы делаете? Свою работу. Я судмедэксперт. Я не мертвый. Всеобщее заблуждение. Большинство судмедэкспертов обследуют подозреваемых. Давай. Мне нужно говорить с вами? Не обязательно. Все. Вот и все. Готово. Дай руку. Измерим пульс. Не двигайся. Что вы делаете? Эй, вы чего? Работал руками недавно. Нет, а что? Твои руки пахнут керосином. Растворителем. Им смывают краску. Стефани красила дверь в день убийства. Ты тронул ее, а значит, был там в тот день. Тебе лучше поговорить с капитаном Бах. Хоть. Знаю, по ней не скажешь, но... Она умная. Поступай, как знаешь. Счастливо. Ладно, передайте, что я все расскажу. Что? Я поговорю с ней. Передам. Хорошо. Отлично. Селима оставили под стражей. Он признался? Нет. Сказал, что зашел к Стефани, нашел тела, запаниковал и убежал. После пары дней в тюрьме он признается в убийстве. Что такое? А? Ничего, я пью коктейль. Говори уже. Прекрати, это действует на нервы. Напоминаешь моего сына. Вашего сына? У вас есть дети? Что-то не так? Нет, просто... Не представляю вас в окружении детей. А что с Селимом? Селим? Ах, да, Селим. Я же говорил. Согласно углу выстрела и баллистической экспертизе, убийца ростом метр шестьдесят семьдесят. Селим метр восемьдесят. За это мог ошибиться? Смешно. Он мог присесть? Он присел оба раза. Сначала, чтобы пристрелить Стефане, а потом ее мужа. Оба раза присел одинаково. Вполне возможно. Нет, невозможно. Так же, как и выиграть в лотерее четыре раза подряд. Такого не бывает. Послушай, Бальтазар, у него идеальный мотив. Он был в доме в тот день, но соврал нам. Что еще тебе нужно? Десять сантиметров. Я поеду в больницу, к Хлоэн. Звоните, как поймете, что я прав. Очарование. Он всегда такой? Всегда. Рафаэль Бальтазар – самый молодой директор института судмедэкспертизы. Профессор и далее по списку. Запомни, он профессионал. Ну и заноза в заднице. Посмотри на него. Даже не заплатил. К тому же… Что? Говорят, он не мечтал об этой работе. Что-то заставило его. Например? Никто не знает о Бальтазару прямо как баран. Еще чаю? Нет, спасибо. Мне нравятся твои пироженки. Даже ручка такая есть. Смотри. Красивая, да? Я отдам тебе ее, хорошо? Оставлю у кровати, чтобы в следующий раз ты что-нибудь нарисовала. Бензодиазопины. Ничего. Реакции на стимулятор нет. Она в середине посттравматического синдрома. 36 часов? Да, долго. Это неестественно. Я видел много травмированных детей. Судя по опыту, в 6 лет после шока детям нужно говорить. Мы что-то упустили. Мне это не нравится. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Рафаэль Бальтазар. Доктор для мертвых с ангельским лицом. Рафаэль Бальтазар получил награду лучшего судмедэксперта года. Дело Костель. 14 июня 2005 год. Жертва Лиза Костель, 32 года, была мастером тату в студии в центре города. Я вернулся. Тело нашел ее возлюбленный Рафаэль Бальтазар. Следов взлома не было. Любимая, я Думан. Согласно уликам, можно предположить, что жертва знала убийцу. Нет. Нет. Руки жертвы были связаны, горло перелезано. Следов изнасилования не было. Сосед жертвы, Роберт Сарла, был найден у себя дома со следами крови на одежде. Потребовалась психодиагностика. Сосед жертвы, Роберт Сарла. Мне всё равно, Роберт, я мертва. Просто ковыряешься в трупах, выпиваешь каждую ночь, обманываешь этих глупых девочек, а потом разговариваешь с любовью твоей жизни, которая уже 12 лет мертва. Это немного странный способ расслабиться. Не говоря о прыжках с парашютом, сумасшедшей езде по дорогам, экстремальным видам спорта, параглайдинге, самолёте. Я серьёзно, Лиза, говорю тебе честно. Я не шучу. Жизнь так коротка. Я лучше всех знаю, как она заканчивается. Лучше уж я проживу её так. Почему я ещё здесь? Лиза, говоришь. Лиза, говоришь. Не знаю. Обычно мертвецы пропадают, когда их дело раскрыто. Хватит. Слышишь меня? Ты читал дело тысячу раз, смотрел на фотографии вскрытия до тошноты. Возможно, я все еще здесь, потому что ты не хочешь меня отпускать. Я люблю тебя, милый. Да. GPS Стефани дал зацепку. Каждый месяц, спустя пару часов после снятия денег, она ездила на Сюар-Франции в район Ла-Шапель. Ла-Шапель? Да. Не представляю ее в том районе. Думаешь, встречалась с Селимом? Не знаю. На прошлой неделе она заплатила кодиткой в местном баре в 11.30 ночи. Красное солнце. Его грабили дважды на прошлой неделе, поэтому они установили камеру. И у тебя есть запись? Конечно. Показывай. Вот. Ее ухажер. Он совсем не похож на Селима. Еще один любовник. Больше похож на шантажиста. Тайная встреча, конверт полный денег, подходит. Отличный мотив для убийства. Нужно рассмотреть его лицо. Вот. Ничего себе. Это муж ее сестры, Бенджамин Драпир. Бенджамин Драпир. Драпир. Полиция. Драпир. 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 Спасибо. Спасибо. Бальдазар, мы нашли это на столе. Извини. Бутылочки пустые. Синюшность губ, ногтей и верхней части тела характерны для асфиксии. Пена шла из носа и ротовой полости. Это указывает на отек легких из-за ранения. Самоубийство? У него были причины? Да. Это было на его компьютере. Он шантажировал Стефани. Ей это надоело, они поругались, но дальше сам знаешь. А значит, Селим невиновен. Ты должен ликовать. Мне нравится быть правым. Но только когда люди не умирают из-за этого. Звонила прокуратуре. Как только убедишься, что это суицид, дело закрыто. Погоди, мы не поговорили с девочкой. Скажите прокурору, что пока что я не видел. Такая пена типична для утопленников. Торчков от морфина или обоих. Иными словами, я не знаю, убийство это или самоубийство. Можете предложить прокурору поприсутствовать на вскрытии завтра утром. Сразу узнает результаты. В прошлый раз его три раза вырвало. Значит, разрежешь меня завтра? Да. Быть мертвецом не весело, как будто что-то не закончил. Лучше думай о хорошем. Тебе повезло, что ты умер. Живые разгребают кучу дерьма. Дерьмо? В смысле? Сожаления, воспоминания, призраки. Твоя жена будет с этим разбираться. Одна. Ладно, ладно. Да, теперь я понимаю. Что ты понимаешь? Что ты не остановишься. Но ты не хочешь, так? А? Говори, что наслаждаешься жизнью, что на самом деле. Ты хочешь закончить ее, так? Потому что жизнь без нее потеряла цвет. Босс, вот результаты токсикологического исследования. Меня что-то смущает. 8% карбоксигемоглобина? Угу. Разве он курит? Нет, здоров как бык. Я проверил, пожара нигде не было. Странно, да? Капитан Бах. Капитан, это Рафаэль Бальтазар. Извините за ранний звонок. Ничего, я слушаю. Хорошая новость. Девочка говорит не из-за стресса. Из-за водонагревателя. Что? О чем ты говоришь? Привет. Устали? Нормально. Как я понимаю, ты был на месте преступления. Один. Так. Ночью. Так. Проверял секретную теорию. Все верно. И чтобы прояснить ситуацию, это твои обязанности. Я же должен понимать, что произошло. Я понял. Объяснишь? Немота, кататония, атаксия и прочее. За два дня Хлоя уже давно должна была оправиться от шока. Этому должно быть объяснение. А поможет водонагреватель. Именно. Вентиляция закрыта. Воспламенение водонагревателя и недостаток кислорода вызвали выброс угарного газа. И Хлоя... Извини. В 8-10 часов Хлоя была заперта в тесном пространстве. Достаточно, чтобы вызвать подобные симптомы у девочки. Это лечится? Да. Уже вылечено. Два часа назад я перевел ее в гипербарокамеру. Она заговорила? Видела убийцу? Да, она видела вечер убийства. Кто это? Тебе не понравится. Зайчик? Красивый. Меня показываешь? Бальтазар, что я скажу прокурору? У нас появился новый подозреваемый. Зайчик? Да. Знаешь, чему учат первый год медицинского? Смотреть на проблему с разных углов. Знакома? Да. Если с ним что-то случится, мы обвиним вас в превышении полномочий. Дело сделано. Сидиатрическое отделение. Подождите. Капитан Бах хочет срочно поговорить. Алло. 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 Уберите подушку. Повернитесь, руки вверх. Повернитесь, мадам Ахерма. Все кончено. Я не хотела. У меня не было выбора. Вы хотели убить ребенка. Говорите, не было выбора. Сначала мой сын, теперь жена. Предупреждаю, я подам в суд. Она созналась, месье. В чем? Она созналась о убийстве. Хлоя видела убийцу и запомнила сумку вашей жены. Дело закрыто. Зачем? К моей жене делать это. Она знала о беременности, что помешало бы вашему сыну поехать в Бостон. То есть она убила их из-за меня? Это не твоя вина, Селим. Ты одна из жертв этого дела. Иди ко мне, солнышко. Хочешь остаться у тети? Согласна? Спасибо. Почему выбрал судмедэкспертизу? А почему вы пошли в полицию? В ней хочешь отвечать? Ваши дети и ваш муж. Есть ли то, что мы видим каждый день случится с ними? Вы не хотели бы, чтобы вам объяснили, что с ними произошло? Не с точки зрения полиции, а с точки зрения... ...человека, медика. Хотела. Поэтому я и стал экспертом. Приносить всем ему успокоение. Хотел быть врачом и лечить тела, а стал экспертом и лечу души. Неплохо, да? Бальтазар. Нет, вы хотели сказать что-то слащабое. Что? Я видел это в глазах. Вы стали очень серьёзной. Если я прав, пожалуйста, не говорите. Правда, не надо. Мы не так хорошо знакомы. Да уж. Вы даже покраснели. Извини. Да? Сейчас буду. Возьму такси. Новое дело. Да? Вы вообще отдыхаете? Так говорит мой муж. Ну, тогда ладно. Пока. Подвезти? Я на машине. Хорошо. Спасибо. Приехали. Всегда так водишь? Как? А что? Кто здесь медэксперт? Какой-то Маргарит, кажется, знакомый. Маргарит? Конечно. Каждый четверг выигрываю у него в бильярд. Разрешите поздороваться? Конечно. Маргарит? Привет! Я сделаю тебя в следующий четверг. Ага, еще посмотрим, кто кого. О, Бальтазар, какими судьбами. Подвозил капитана и издеваюсь над тобой. Рад знакомству. Капитан Бах. Что здесь у нас? Подросток, парень, лет 16-17. Две раны вокруг шейного отдела указывают на удушение. Судя по трупному окоченению, смерть наступила примерно 30 часов назад. Что такое? Кто это сделал? Кто трогал тело? Кто трогал тело? Никто не трогал. Никто не трогал тело, кроме обычного осмотра. Больше ничего. Палец уже осматривали? Нет, я еще не осматривал. А что? Бальтазар, да что с тобой такое? Оу! Что с ним? Не знаю. Бальтазар, да что с тобой? Ты был прав. Мой убийца все еще на свободе. И он снова это сделал. Мой убийца все еще на свободе. Продолжение следует...